Библейский портал экзегет.ру представляет 101-й псалом для библейского портала экзегет, читаю перевод российского библейского общества, переводчик Михаил Селезнев. Сотый псалом был такой прям идеальный, идеальный. Царский псалом, вот псалом Давида он носит на Писание. А 101-й псалом, его на первый взгляд полная противоположность, совершенно другое настроение, совершенно другой человек его произносит. Молитва бедняка, когда он в отчаянии изливает перед Господом печаль свою. Прямо под заголовок, речайший случай для псалтири, ничего нам не говорит, какой там жанр, псалом, песня искусная, какой там мотив, да, ничего не говорит об авторстве, что это сыны Кореева или Давида. А вот вообще бедняк, когда он в печали и отчаянии изливает перед Господом свою скорбь. Господи, услышь молитву мою, пусть дойдет до Тебя мой крик, не отворачивайся от меня, когда скорблю. Склони ко мне ухо Твое, когда зову, услышь, поспеши, помоги. Дни мои тают, как дым, как головешки мои кости обуглены, сердце сохнет, как скошенная трава, даже хлеба поесть не осталось сил. Стенаю стал я кожа да кости, я как филин в пустыне, как сова средь руин. Я лишился сна, стал словно одинокая птица на крыше. Весь день враги оскорбляют меня, издеваясь, меня проклинают, я для них пример проклятого. Моей пищей стал пепел, питье со слезами смешано, это сделали гнев твой и ярость твоя. Ты возвысил меня, а потом не зринул, дни мои тают, как тени, я сохну, словно трава. Ты же, Господи, пребываешь вовек, славит себя из поколения в поколение. Ну, наконец-то добрался, я читаю не целиком, потому что псалом длинный, вот этот, это его первая часть заканчивается. Ты же, Господи, пребываешь вовек, славит себя из поколения в поколение. И вот только что были псалмы, где ровно об этом, ты пребываешь вовек, славит себя, служить ему с радостью, я такой праведный, я вот тебя почитаю. И вдруг полный провал, как это, услышь молитву мою, не отворачивайся от меня, дни мои тают, сердце сохнет. Ну, понятно, все очень плохо, я лишился сна, враги оскорбляют меня, и это сделали гнев твою ярость, твоя, ты возвысил меня, а потом не зринул. Прям вот сотый псалом, где возвысил его, где действительно такой вот царь праведный. И вот я опять вижу Давида, возможно, я его вижу, потому что, ну, я привык в псалтире видеть Давида, он тут нигде не присутствует в этом псалме. Но, смотрите, вот сотый псалом, как будто Давид, который только что помазан на царство, и Самуил ему сказал, что вот теперь он царь, хотя он еще не стал им фактически, да, но уже получил это звание, уже помазан царей. А здесь он бежит от Саула и не знает, как вообще ему быть, вот все плохо, ужас какой-то, он бегает там по пустыне, у него даже сил поесть хлеба не осталось, да, вот бывает такое состояние крайнего изнурения, человек даже голода не чувствует, да, вот просто он падает замертво и лежит, да, вот он такой. И, Господи, это что же ты? Легко нам говорить, Господи, ты меня возвысил, я тебя благодарю, все прекрасно, у меня замечательно все, а вот когда так, ну, получается, это тоже Бог, если я в него верю, то есть ничего не происходит помимо его воли, и вот возникает страшное недоумение, и что дальше? Поднимись, смилуйся над Сионом, пришло время, настал срок помиловать его, нам, рабам твоим, дорогие камни его, даже пыль его нам дорога, пусть пред именем Господа трепещут народы, все земные цари пред славою твоей, воистину Господь отстроит Сион и явится во славе своей. Нет, это не Давид, Давид не отстраивал Сион, точнее сказать, он захватил Иерусалим и перестроил его, но здесь Сион разрушен явно, Сион в запустении и пренебрежении, еще один псалом про плен, видимо, да, но одновременно и про Давида, вот было славное царство, а вот нищета, разруха, развалина, и про какого-то конкретного человека, у которого были светлые, радостные дни в жизни, а сейчас все плохо. Воистину Господь отстроит Сион и явится во славе своей, Он услышит молитву беспомощных, не отвергнет моления их, пусть напишут об этом для грядущих поколений, чтобы всякий, кто на свет родится, хвалил Господа, потому что взглянул Господь с высоты святой своей, посмотрел на землю, чтобы услышать стон узников, освобождить обреченных на смерть, чтобы на Сионе возвещали имя Господа, в Иерусалиме пели хвалу Ему, когда вместе соберутся народы и царства, чтобы служить Господу. А вот здесь смотрите, Он говорит, что все плохо, ужасно, в начале псалма, а тут Он говорит, что Господь его уже фактически услышал, и грядущие поколения Его восхвалят. Он раздвигает границы. Вот мы часто в своем отчаянии, в своей нищете, в своем бедствии, у каждого есть такие моменты в жизни, думаем, как сейчас все плохо. Ну, или там вспоминаем, раньше-то все было хорошо, а теперь почему-то все плохо, как же так, Господи, за что же. А Он раздвигает границы, Он говорит, а в будущем будет все иначе. Я чувствую, что молитва услышана, я понимаю, что Господь не оставит, и грядущие поколения посмотрят на меня сейчас, несчастного, и скажут, но, Господи, Ты же его возвысил, Ты же его сделал великим после этого. Вот мы много говорим о вере, о верности, Псалтирь постоянно говорит, вот она, эта верность, да, это не просто, ну, соблюдать правила, да, там, не воровать, не лгать, не блудить, да, ну, это тоже верность, но она такая отрицательная, чего не делать, а что делать? Вот даже в этой страшной какой-то его личной ситуации понимать, что это не конец истории, что дальше будет что-то другое, и прославлять Бога даже вот в той ситуации, где, собственно, и прославлять как будто не за что, да, где вот нельзя благодарить за то, что есть, но можно благодарить за то, что есть Он, за то, что Он вмешается в эту ситуацию. А пока, да, и даже, смотрите, вместе соберутся народы и царства, чтобы служить Господу, то есть это какое-то такое глобальное событие, это не просто личная история, это действительно, вот, наверное, разрушены Иерусалимы, однажды все народы придут и там воспоют Ему хвалу, но пока все плохо, и что же с этим делать? На пути моем отнял Он силы у меня, дни моей жизни сократил. Я сказал Ему, Боже мой, не забирай мне, не дав пожить и полжизни, из поколения в поколение длятся годы Твои, Ты издревле заложил основание земли, небеса создания рук Твоих, они погибнут, но Ты прибудешь, все они как одежда износятся, как одеяние Ты их переменишь, но Ты все тот же, годам Твоим нет конца, сын рабов Твоих будут жить пред лицом Твоим, и не прервется их род. Слушайте, а Ему-то что? Сыны рабов будут жить, а у Него все плохо, Он на грани смерти, как Он тут о себе говорит, Ты издревле заложил основание земли, небеса создания рук Твоих, они погибнут, но Ты прибудешь, Я погибну, Я вот сейчас погибну, мне что до этого? А вот это тоже верность, это тоже состояние, когда человек видит больше своей жизни, не только своих нынешних обстоятельств, они переменятся на лучшие когда-нибудь, да, но это нас всегда так утешает, сейчас черная полоса в жизни, будет белая, да, А когда он понимает, что его жизнь это маленький камешек какой-то очень большой и сложной мозаики, и он любуется красотой этой мозаики, даже если его жизнь, этот маленький камешек сейчас повернулся каким-то вот не тем боком, которым бы он хотел. И у нас много псалмов, говорящих о помощи в псалтии, много таких отчаянных молений к Богу, но вот это совершенно удивительное моление, да, то есть человек просит, да, поднимись, помилуй, но вместе с тем он об этом почти ничего не говорит, он говорит о том, насколько прекрасен Бог. Вот эти псалмы 90-е и 100-е, и главная тема Господь-Царь, и это в частности означает, что вот здесь он ощущает себя такой маленькой частицей чего-то огромного, да, и хотя у него сейчас все, прямо скажем, очень плохо, но он любуется и восславляет Бога за это огромное, он не ограничивается вот своим маленьким таким вот горем, да, он смотрит на всю картину целиком, и в этом смысле этот псалом удивительный. И 102-й прозвучит как некоторый неожиданный ответ, 102-й такой лирический, певучий, как такой неожиданный ответ на 101-й, где все плохо, в 102-м наоборот, все радостно и хорошо.